В Новосибирске вновь произошло смертельное ДТП, его жертвой стала 84-летняя женщина. Иногородний водитель Многотонника даже не сразу понял, как под колеса фуры попала пенсионерка. Инцидент попал в объектив видеорегистратора. Женщина гуляла по аллее на Красном проспекте. На перекрестке решила не идти по зебре и вышла на проезжую часть, прямо перед высокой фурой. Водитель не заметил пешехода и на зеленый сигнал начал движение. Корпус грузовика задел пенсионерку. Она упала прямо под колеса. Водитель 1985 года рождения двигался на автомобиле МАН со стороны улицы Мичулина по улице Фрунзе в сторону улицы Советская. И в пути следования совершил наезд на пожилую женщину 1938 года рождения, которая переходила в проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Сергей водитель МАНа приехал из Томской области. Он должен был загрузить несколько тонн кирпича в прицеп и уехать обратно. Сибирскую столицу не знает, включил навигатор. Именно электронная программа проложила самый короткий маршрут до места назначения. И только поэтому грузовик оказался в центральной части мегаполиса, где обычно действует запрет на проезд большегрузной техники. Автомобилист признался перед поездкой, будто предчувствовал беду. Не хотел идти в рейс. У пенсионерки не было ни единого шанса выжить. Вес МАНа около 10 тонн с прицепом, все 30. Смерть наступила мгновенно. Теперь дознавателям придется провести несколько технических экспертиз и найти очевидцев трагедии. Сейчас на экране указаны номера телефонов следователя. Если вы были свидетелем этого ДТП, позвоните. Или можете написать на почту редакции программы ДПС. Мы передадим всю информацию. В прошлом выпуске мы рассказывали, что в регионе выросло число пьяных водителей. А в этой программе таких покажем. Эффектную шатенку на яркой иномарке остановили инспекторы ДПС в Черепановском районе области. Девушка припарковала машину у обочины, достала документы, но что-то пошло не так. Экипаж сразу понял. Автомобилистка, скорее всего, приняла алкоголь. Алкотестер не обманешь. 0,338 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха. При таких показателях управлять автомобилем нельзя. Может быть печальный исход. В отношении нарушительницы составили протокол. В ближайшее время суд решит, на какой срок горе водителю придется сдать права в районный отдел ГИБДД. Сумма штрафа составит 30 тысяч рублей и 50-процентная скидка на его уплату не действует. Отечественную девятку, петляющую стороны в сторону, заприметили на одной из улиц в пригороде. Несколько секунд экипажу пришлось по громкой связи убеждать водителя заглушить мотор, но тот только набирал скорость. Машина даже подлетала на кочках. Когда патрульная иномарка поравнялась с ВАЗом, автомобилист наконец понял, что погоня бессмысленна и все-таки подчинился. Оказалось, у него еще больше нарушений, чем у героини предыдущей новости. Прибор будете дуть? Отказывайтесь. Тогда Анатолий Кенчевич. Человек, сидящий за рулем, был настолько пьян, что сам даже не смог выйти из салона машины. Помогали. Но дальше больше. У этого мужчины нет и никогда не было водительских прав. Но протокол отстранения от управления автомобилем Анатолий Кенчевич все-таки подписал. Для таких нарушителей другая мера наказания. Мужчину доставили в отдел полиции, а затем в суд, который вынес приговор. 10 дней административного ареста. Будет время протрезветь, выспаться, а заодно и подумать. Если водитель девятки не стал даже спорить, что пьяный, признался в проступке, то следующий персонаж принципиально настаивал на своей невиновности. Он даже пытался козырнуть знаниями в области юриспруденции, но перепутал статьи. Домой мужчина отправился без машины. Его Марк-2 эвакуировали на платную штрафстоянку. Имею право не отвечать, правильно? Конечно. Конечно, я оставляю право за этим. 52-я статья, ребята. 51-я, поправлю вас. 51-я. Да. 51-я. 51-я. До свидания. Если бы не чрезмерно громкая музыка и поездка в весьма позднее время, инспекторы, возможно, и не обратили бы внимания на Тойоту. Но уж слишком стремительно иномарка летела по трассе. При беседе с автомобилистом чувствовалось подозрительное амбре. Но мужчина заявил, ничего не знаю, трезвый, за рулем не сидел. Только вот второго водителя никто так и не видел. Стеснительному меломану все-таки предложили пройти проверку на трезвость. Не захотел, обиделся. В медицинское учреждение вы не поедете продавать. И на месте продавать приборы в Питер вы не будете? Зачем мне нужно, если я трезвый? То есть от прохождения свидетельствения полностью вы отказываетесь? Я отказываюсь. Полностью. И в завершении темы пьянства. Еще один житель области поселился на несколько дней в изоляторе. В отношении водителя четверки составили протокол по второй части статьи 1226. Ночью он катался на машине, не имея прав и при этом нетрезвым. За этой легковушкой пришлось погоняться. Водитель, видимо, не очень хотел знакомиться с представителем власти. Потом все-таки смирился с неотвратимостью наказания, сел в салон патрульной «Шкоды» и заметно сник. От дополнительных проверок отказался. Так как вы ранее не имели водительского удостоверения никогда, на вас будет составлен институт протокол по статье 1226, часть 2, что вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения, водительского у вас никогда не было. Так? Я учитесь. Ну, учитесь. Перевозчики с праздником. 22 марта 1907 года на улице Лондона выехали первые автомобили со счетчиком. Прибор назвали таксометром. С тех пор эта дата считается международным днем рождения такси. Начнем с истоков. Английские кэбы были зеленого и красного цвета. Лишь потом предприниматель, который занимался продажей машин, придумал перекрашивать автомобили в желтый. К 1912 году такси стало популярно и в России. Автопарк насчитывал всего 230 единиц. Сейчас их только в Новосибирске тысячи. Поэтому неудивительно, что чуть ли не каждый день такие машины попадают в аварийную сводку. За март 2022 года на территорию города Новосибирска инспекторами технического надзора составлено более 80 административных материалов на водители такси. Основными нарушениями являются техническая неисправность транспортного средства, нарушение требований об обязательном страховании гражданской ответственности, а также нарушение правил применения ремней безопасности. Примечательно, что во всем мире праздник отмечают именно 22 марта. А вот в Москве, например, 21 июня. В этот день, в 1925 году, постановлением коммунхоза Моссовета в столице официально открыли регулярное таксомоторное движение. Правда, позволить себе поездки могли только избранные. Внимание! Информация для 11-ти классников и, конечно, их родителей. Министерство внутренних дел объявило о беспрецедентном наборе в один из лучших юридических вузов. По сути, это шанс обеспечить себе достойное будущее. Юридический институт МВД России, о котором идет речь, находится в Барнауле. Соответственно, студентам сразу предоставят общежитие и с первого месяца учебы начнут платить стипендию, которая, кстати, выше, чем в обычном вузе. Но и это не все. Будущие юристы получат форменное обмундирование, соцпакеты, льготы. Еще один плюс – это гарантированное трудоустройство в полк дорожно-патрульной службы или любое другое подразделение полиции. Причем на офицерскую должность с перспективой быстрого карьерного роста. Номера телефонов, по которым можно получить дополнительную информацию, указаны на экране. На этом выпуск ДПСНООТС завершен. Ждем ваши истории и видеозаписи на почту. В студии работала Анастасия Бойко. Берегите себя и до скорой встречи в эфире. Анастасия Бойко.